всем привет короткое видео сегодня у нас именно с тем цветом который вам понравился самое сложное что в этом цвете у нас этого цвета нет с вами в палитре плюс у нас с вами у девушки у нашей модели седина поэтому с вами будем делать цвет но еще я себе усложнила чем тем что я буду использовать топшик и на конце я буду наносить иллюмен то есть я буду соединять эти эти два красителя так как иллюмен достаточно узкая палитра нам придется еще придумать и в иллюмене тот же цвет что у нас будет на корнях я вам вот здесь вот показываю краски которые я беру и сейчас буду с вами готовить нашу смесь модель как вы видели у меня имеет седину седина где-то процентов 70 5 натуральная база и и семерка она осталась где-то там самой нижней затылочной зоне и приступаем к нашим краскам я взяла 10 н как вы видели на длину отросшую которую там небольшая где-то около сантиметра чуть меньше я буду размешивать на 40 грамм краски соответственно у меня 10 н будет 30 грамм вот сейчас я выдавливаю видите какая здесь технология интересная здесь такая специальная миска которая выдавливает из этих больших баллонов внутри баллона содержится такой мешочек металлический который окружен вокруг воздуха то есть газом и газ сжимается при нажатии выдавливает краску наверх я взяла 10 а вот вторая краска и для цвета я взяла из бренда constant light краска номер 916 10 а и 916 я добавляю по 5 грамм почему я беру этот цвет но вы знаете мне не очень нравится в голд вели голд вели цвет который у них есть 9 нбп он немножко отдает больше в рыжий поэтому я экспериментирую смешиваю между собой естественно разные красители сразу же опережу ваш вопрос да я использую и разные оксиды поэтому я вообще как бы люблю использовать то что мне нравится вот я смешала нашу смесь очень хорошо перемешивайте чем эта миска не очень удобно тем что она имеет такую зауженную часть самом низу и обязательно надо оттуда тоже достать краску и поэтому нужно действительно хорошо перемешивать чтобы у нас нигде ничего не спряталась и не скопилось точно то есть довести до однородности после того когда вы размешали мы с вами добавляем наше лечение для того чтобы улучшить качество волос и немножко уменьшить и сделать более щадящий наш краситель уменьшить агрессию я добавила кератин как добавлять вы можете узнать или у самого производителя это не вообще не вопрос они на все вопросы отвечают если вы им пользуетесь если вы не пользуетесь и вам это интересно ссылку я вам дала чем я как бы крашу эту goldwell я вам там дала ссылку это что это laona lab тоже дала вам ссылку вы можете делать заказ я вам также написала номер скидки если вы используете этот номер у вас будет скидка если честно я не помню сколько я там даже не интересовалась но вы можете ее получить если будете заказывать на сайте мы с вами наносим на корни исключительно на корни на ту зону которая отросла старайтесь не заезжать сильно на уже ранее окрашенные волосы но краска имеет свойство раздуваться поэтому это тоже учитываете аккуратненько наносите опять же если у вас вопрос почему я наношу не затылка где-то вы мне уже в комментариях об этом писали вы наносите с седины скажем так а так как седина более сложно прокрашивается чем обычные волосы которые не седые поэтому мы с вами всегда начинаем работать с очагов то есть седины так как у моей модели седина на висках на теменной зоне поэтому мы с вами с этой стороны и начинаем поэтому можете как бы прислушиваться меня можете делать как вас учили с затылка но затылки седины нет как правило седина даже с сединой мы чуть дольше сидим по времени с краской вот поэтому я вам рекомендую именно окрашивать начинать именно с седины с седины то есть в зон который у нас с вами очаги вот мы когда с вами краситель нанесли на корни если бы мы не красили все волосы то моя модель бы сидела бы 40 45 минут почему 40 45 минут это все зависит от пол от условий производителя если вы работаете на каком-то бренде у вас тоже есть определенные условия которые вы должны придерживаться но уже из практики вам скажу что существует волос который сложно прокрашивается и вы можете время тогда увеличить где-то на 5-10 минут она действительно после этого чуть лучше прокраситься и если вы любите холодные тона использовать больше здесь вот видите у меня как бы тепло холодный тон то вы можете все-таки подержать чуть дольше краску потому что у нас холодные тона лучше проявляются после время выдержки так как мы с вами уже нанесли корни я иду и развожу на длину краситель здесь я использую и люмен как я вам говорила уже у меня здесь будет 10 нбп простите 10 нбм а этот цвет он не будет таким же как я сделала цвет на корнях поэтому я обязательно даю насыщение цветом то есть я даю более коричневатый оттенок именно 5 нб добавляю значит сколько здесь у меня длина у меня приличная как вы видели где-то я взяла 80 грамм краски дай бог памяти я потому что краситель развожу сразу же по ходу то есть вижу длину и делаю сразу если я вам не записала видео сразу конечно я подзабыла на какой сколько я разводила но по-моему у меня 80 грамм 10 нб и 3 грамма 5 нб и вот это вот главное не переборщить из 5 нб так как у нас с вами десятка вы можете просто сильно затемнить нам все-таки надо оставить нашу модель на десятом уровне и как вы видите у меня это получилось наносим с вами и люмен и люмен скажем так он такой желеобразный наносить его более сложно чем кремообразный краситель поэтому будьте аккуратны обязательно своего клиента клиентку прячьте очень хорошо под пенюар потому что прыгает эта краска такая более прыгучая она действительно как желе очень вкусно пахнет прям так и хочется как джем ее съесть и используйте расческу для того чтобы нам равномерно нанести краситель но только не забывайте что мы с вами не перемешиваем две краски вы наносите очень аккуратно до краски топшик то есть до той краски которую вы нанесли на корни поэтому будьте пожалуйста очень аккуратны и внимательны я видео немного убыстряю так как процесс нанесения это скучно когда вы смотрите со стороны вот если бы вы со мной работали было бы конечно здорово пока я наношу краску расскажу вам напомню немного о себе я провожу обучение в своей студии обучаю колористике обучаю стрижкам значит спасибо вам большое что я забываю забыла вам сказать как всегда надо вас поблагодарить обязательно потому что мне очень приятно что вы мне пишите что вы поддерживаете меня в моих начинаниях что вы используете эту волшебную кнопку спонсорства спасибо вам просто огромное мне очень приятно что вы все-таки меня как-то оцените я стараюсь изо всех сил вот для вас работаю и вот этот цвет вы постоянно просто меня спрашиваете о нем об этом цвете я вот решила вам показать как я его делаю и я вот этой модели своей стрижку вам здесь не буду показывать я вам стрижку уже эту снимала ранее и я вам наверное тоже добавлю под видео ссылку или где-то в верхней строке так что вы смотрите и просто если вас интересует как я ее подстригла то вы просто перейдете по этой ссылке и увидите эту ссылку хотела вас спросить почему вы мне ничего не пишите в сообщество как-то со мной общаетесь только через комментарии если у вас какие-то есть сокровенные вопросы я не говорю про интимные шутка конечно просто я понимаю что вы не можете все спросить вы стесняетесь вам кажется это не очень приличным когда это публично вы не хотите показаться не знающим не знающий вы не стесняйтесь вы пишите мне в сообщество на все эти вопросы и ваши пробелы и ошибки мы можем разобрать там поэтому давайте активно общаться это будет как бы проще если у вас действительно есть проблема нерешенная и выше чего-то боитесь то пишите я вам постараюсь ответить и мы попробуем устранить ваши эти незнания еще раз напомню краску мы с вами наносим по всей длине прочесываем вот этот видите у нас на корнях крем краска на концах она немножко другого цвета это у нас уже иллюмен иллюмен это краситель прямого действия это вообще если честно чумовая краска у нее прекрасные качества я вам сниму видео когда я иллюменом закрашиваю седину это просто бомба она закрашивает реально седину но конечно же холодные цвета она менее закрашивает если в холодные красить я тоже попробую вам снять и в теплые цвета и в холодные закрашивание именно иллюменом и вы посмотрите разницу надо мне только с моими моделями договориться я вам все это засниму после этой краски волос не меняет качество то есть волос остается такой же плотный краска это она обволакивает она не проходит во внутрь волоса обволакивает волос под кутикулой и волос как бы становится такой плотный по всей длине он немного утолщается качество просто чумовое и так как он утолщается немножко появляется блеск так как чешуйки сразу становятся более имеет более плотные примыкания очень красивый блеск на выходе как вы видите я вот сейчас вот прокрасила волосы и теперь в обратную сторону все равно все еще раз прочувствуйте для того чтобы вы нигде не пропустили чтобы краситель был равномерно нанесен и после этого мы с вами оставляем на 30 минут потому что время выдержки иллюмина 30 минут время выдержки корней 40 45 минут пока вы нанесли иллюмен на длину соответственно время общее как раз и пошло я наношу не через 15 минут а наношу как видите сразу мы с вами помыли шампунь у нас специальный шампунь для красителя и люмен свой это еще раз напомню это краска прямого действия здесь нет оксида и соответственно шампунь тоже кислый эта краска кислая вы попробуйте краска действительно обалденная прям рекомендую после того как вы тщательно промыли мы с вами используем фиксаж это называется у них лук на пять минут мы с вами наносим выдерживаем пять минут равномерно распределяете вы можете также равномерно распределять расческой но расческа немного травмирует немного больновато поэтому я наношу все это руками тоже структуру имеет гелеобразный лук не забывайте что нижнюю затылочную зону мы тоже обязательно промазываем так как мы там с вами также красили аккуратно разносим на все волосы равномерно высиживаем выдерживаем лук пять минут и дальше смываем водой просто водой без шампуня и дальше наносим кондиционер все как при обычном мытье я вам здесь уже показываю что цвет у нас видите получился более равномерный потому что концы были немного выбили на нее то есть уже выцвел цвет так как она лето провела на солнышке цвет конечно же вымывается и выгорает вот видите в мокром виде прям шикарный ровный получился очень красивый оттенок розовинки никакой нет цвет просто так передается плохо здесь вы можете уже увидеть результат в сухом виде как я вам обещала стрижку не показала но цвет вот досматривайте очень красивый подписывайтесь на меня приходите ко мне на обучение я всегда буду рада ответить на все ваши вопросы пишите спасибо вам большое хорошего вам дня вечера ночи утра в любое время которое вы меня смотрите спасибо вам еще раз пока пока а а а